Я бы хотел вспомнить, что эта конференция у нас ведь юбилейная. 15 лет прошло с момента первой конференции, которая состоялась 5 октября 2006 года. Вот вы видите участников из Красноярска, из Читы, из Челябинска, из Москвы наших коллег, которые активно с нами участвовали в обсуждении психосоматических проблем. Ну и наряду с образовательной составляющей, с коллегами Байкальской психосоматической ассоциации разработали рекомендации по психосоматике, которые вошли в эту книгу, которая переиздается у нас практически ежегодно. Это «Клинические рекомендации по кардиологии к аморбидным болезням». Большой вклад в последнюю версию внесла Ольга Вячеславовна Петрунько. Мы там дополнили разделом, связанным с алкогольными проблемами. Ну и попробуем обсудить некоторые современные исследования, которые в этом году были завершены. Несколько лет назад для компактного представления о сути психосоматики были сформулированы 12 психосоматических тезисов, которые нередко цитируются. И вот в контексте этих позиций в области психосоматики я еще раз просмотрел последние исследования. В целом вот эти позиции не меняются, поэтому это достаточно устойчивое научное направление, и развиваются отдельные аспекты этого направления довольно активно, поскольку не только журналы в области психиатрии, психосоматики, но и много исследований проводятся и публикуются в наших соматических журналах. Вначале мне бы хотелось остановиться на использовании шкал. В научных исследованиях это стандарт, потому что это позволяет унифицировать, количественно оценить ту или иную составляющую душевной или соматической структуры. Но хотел бы подчеркнуть, что шкала не является критерием диагностики психического расстройства. Возьмем шкалу ХАЦ, широко известную и, пожалуй, самую популярную, наверное, в области психосоматических исследований и ее депрессивную составляющую. Обычно в исследовании, в подавляющем большинстве, используется градация 8 баллов и выше, значит, у нас уже есть симптомы депрессии. Но когда мы сопоставляем с интервью, которое проводит психиатр, и ставит диагноз на основании критериев, либо ДСМ, либо МКБ-10 или МКБ-11, который сейчас будет, то выясняется, что шкала почти в половине случаев чаще выявляет депрессию, то есть у нас большая доля гипердиагностики получается, депрессивного расстройства, с одной стороны. С другой стороны, если мы возьмем вторую отсечку 11 баллов, то вроде бы по частоте это очень близко стоит к частоте оценки методом диагностического интервью. Однако большая гетерогенность, она о чем говорит? О том, что те пациенты, у которых шкала выявила депрессию, они не совпадают с теми пациентами, у которых депрессия и депрессивное расстройство, эпизод был установлен при помощи клинического анализа. Ну и на своих консультациях же нередко мы видим, что впечатление, которое складывается у клинициста, оно существенно отличается порой от того, что нам дает шкала, потому что шкала, особенно для самооценки, это то, как пациент хочет представить себя перед лицом врача. Поэтому нужно иметь в виду, что использовать шкалы для диагностики следует крайне-крайне осторожно. Что касается скрининга депрессивных и тревожных расстройств, не всегда это целесообразно. Вот если возьмем, например, очень хорошо изученную область, как острый коронарный синдром или инфаркт и миокарда, то там показано, что скрининг полезен у тех пациентов, у кого раньше уже была депрессия. В этом случае это может выявить чаще депрессию и повлиять на качество жизни. В противном случае польза широкого использования диагностики, скрининга, в том числе с помощью шкал, в целом в широкой практике нецелесообразна. Что касается исследования психосоматических связей, то, конечно, стандартом и общим уже правилом является то, что у нас имеются двунаправленные психосоматические связи. То есть и соматическое заболевание влияет на аффективное состояние, и наоборот. Депрессия, тревога существенно влияют на соматическое заболевание. То есть вот эти двунаправленные связи, они показаны при многих заболеваниях, в том числе и в данном исследовании, при самых важных сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как коронарная болезнь и инсульт. Но хочется подчеркнуть, и Василий Самович об этом говорил, что это не очень простые связи. Их нельзя просто объяснить, допустим, вот как говорят, да, заболевание — это стресс, и как стресс он повлиял на душевное состояние, и наоборот. То есть здесь очень много проблем, не исследованных, не изученных, в чем, собственно говоря, и заключается научно-исследовательская программа, в том числе, которая проводит в научном центре здоровья семьи и репродукции человека под руководством Любови Владимировны. Немало исследований проводится по изучению влияния разных психических расстройств на те или иные соматические заболевания. И здесь вы видите, да, что они в целом разные расстройства, а частота, теснота связи с заболеваниями той или иной системы, она примерно одинакова, независимо от того, какую модель вы используете. И обращает внимание, посмотрите, более высокая частота связи психических расстройств и заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и функциональных. Но это клиницисты хорошо знают, что в гастроэнтерологии, конечно, доля психических расстройств она заметно выше, чем, допустим, в области кардиологии и других разделах соматической медицины. Важно подчеркнуть, что в последнее время исследователи показывают, что не только одно заболевание, да, не только одно расстройство повышает риск соматического заболевания, но если их сочетание, о чем говорил Василий Самуилович, например, да, тревожные и депрессивные расстройства очень часто сочетаются, и порой не очень понятно, что первично, что вторично, видно выраженная тревога и выраженная депрессия, допустим, или сочетается со стрессовыми расстройствами. Чем больше психических расстройств у пациента, тем выше частота соматического неблагополучия и негативное влияние на наши соматические заболевания. С другой стороны, да, чем больше у пациента соматических заболеваний, тем более выраженное влияние депрессии и других психических расстройств на качество жизни, на общее состояние благополучия пациента. Много исследований временных проводится, как бы, траектории, ну, особенно часто используют острый коронарный синдром, поскольку, несмотря на то, что сейчас вот инфекция ковид, но мы же не забываем, да, что смертность и число погибших от инфаркта миокарда, от инсульта, несопоставимо вообще с числом смертей от коронавирусной инфекции. Хотя эти больные в нынешней ситуации фактически оказались брошены, потому что стационары не работают, скорая не везет, и многие пациенты просто вот на естественном выживании находятся, и как уж там судьба распорядиться с ними. Здесь мы видим динамику посттравматического стрессового расстройства после инфаркта миокарда. Это серьезные события для пациента, для его жизни, для его профессии, для будущего, и почти каждый десятый имеет симптомы посттравматического стрессового расстройства. И обратите внимание, в подавляющем большинстве случаев это достаточно стойкие симптомы, то есть они, видите, сохраняются год и более. То есть не надо рассчитывать, что вот он вроде адаптировался, и симптомы нет, симптомы остаются. И это требует, безусловно, внимания интернистов, и часто психиатров, или специалистов в области душевного состояния, чтобы помогать пациентам. Потому что часто бывает так, что на качество жизни, ну это известный феномен, да, что в большей степени влияет не само соматическое заболевание, даже тяжелое, а именно эмоциональная реакция, эмоциональная дезорегуляция, которая сопровождает соматическое заболевание. Хочу обратить внимание на тип личности Д. Это самоизучаемая черта личности, черты личности в кардиологии. Причем исследований очень много. Исследования показывают очень тесную связь с разными аспектами атеросклеротических, атеросклеротических, сердечно-сосудистых заболеваний, коронарного синдрома, допустим, инсультов и так далее. И хочу обратить внимание, что шкала ДС-14, которая является стандартной во всем мире, да, она была переведена тюменскими коллегами нашими, валидизирована вместе с автором этой шкалы. То есть у нас есть международно признанный стандартный инструмент оценки вот этой дистрессорной личности. Для примера, вот одно из последних исследований, где показана тесная связь между типом личности Д и коронарным атеросклерозом. Хотя повлиять, конечно, на черты личности достаточно сложно. Следует отметить, что пациенты с психическими расстройствами, особенно выраженными, они менее активно лечатся у интернистов, редко активно выявляют факторы риска, сердечно-судистые заболевания. Хотя смертность у них намного выше, чем у людей с другими даже соматическими заболеваниями. Поэтому им уделяется значительно меньшее внимание. Хотя если выявлять факторы риска и хорошо контролировать, то здесь мы тоже можем добиться хорошего эффекта по снижению инфарктов, инсультов, повышению выживаемости. Ну и о чем мы уже говорили, это безопасность психотропных препаратов. Известно, что смертность и риск внезапной смерти у пациентов с психическими расстройствами многими, особенно те, кто активно лечится психотропными препаратами, выше. Часть из них связана с этим феноменом удлиненного интервала КУТЭ и развитием жизнеопасных аритмий. Есть разные градации психотропных препаратов по степени влияния на интервал КУТЭ. В этом году рекомендации одной из авторитетных экспертных групп опубликованы, где был предложен новый алгоритм, шкала для оценки риска синдрома удлиненного КУТЭ. И в соответствии с этим надо целесообразно выбирать более безопасные препараты и проводить профилактическое лечение. И занятие психическими расстройствами, психосоматической областью и сотрудничество с квалифицированными психиатрами, конечно, значительно повышает уровень и качество общения врача с пациентом. А вот исследование, которое вы видите, четко показывает, что удовлетворенность пациента лечением, она связана не с тем, как лечат в основном в больнице. Пациент не может оценить вообще эффективность лечения. Не с качеством медицины даже, а с тем, как врач общается с ним. И вот здесь знание психических расстройств очень важно в плане повышения качества общения. И во время ведь наших бесед мы можем оказать небольшую, но очень важную психотерапевтическую поддержку пациентам. И таким образом заметно улучшить качество жизни, о чем всегда говорили опытные и мудрые клиницисты еще с прошлых веков. Ну, спасибо вам за внимание. Ну, а вот это мы вот с коллегами, с Васильем Лучевым традиционно в этом году были на Байкале. И вот там мне картинка понравилась. Жизнь идет везде, и, конечно, ни инфекции, ни другие неблагоприятные заболевания нас не остановят в плане прогресса науки, в плане развития психосоматики. И спасибо вам за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok